Игра Стикмен. Побег из комплекса. Очень далеко в России от обычной городской суеты расположена тюрьма. На этих землях постоянно идут снега и метут метель. Вокруг львды и безмолвие. Местность окружена горами, полными снега. А потом они плавно переходят в океаны. Сюда нет доступа никому из мирного населения, но и вряд ли кто знает, что такое место существует на планете. И этот объект больше напоминает секретный военный комплекс, расположенный в крайне холодных широтах, что сводит шансы выжить из стен к минимуму. Здесь комплекс, в котором держат заключенных со всего мира и все они считаются особо опасными. Круче них нет никого на земле. Присмотритесь к этому бесту как можно внимательнее, потому что именно здесь вы проведете свое свободное время. Хорошенько подумайте, прежде чем начать играть. Может быть вы слабы духом для этого процесса. Но если вы решились играть, то знакомьтесь с вашим персонажем Генри Стикменом. Этот неисправимый авантюрист снова вляпался в неприятности. Генри славился в своих кругах, как один самый изобретательный агент особого назначения. Он мог справиться с любой миссией и украсть любую вещь. За это он и поплатился. Его поймали вместе с подружкой Джессикой, алчные русские спецслужбы. Короче говоря, вы в тюрьме. Нужно сбежать из-за этих несвободных стен. Везде решетки, охрана и лабиринты коридоров. Вы ж не хотите провести остаток жизни в бетонном мешке. Выйти на свободу самостоятельно наш герой не сможет. А вот с тобой другое дело. Благодаря твоему холодному уму и хорошей памяти, у персонажа появится надежда увидеть синее небо над головой. Так вот, тебе надо быть предельно сосредоточенным, чтобы действительно оказать помощь, а не только даром играть. Убивая свое время и давать парню ложную надежду. Ему и так сейчас непросто. В игре побег из комплекса тебе придется логически думать. Да и просто принимать прикольные решения. Я бы хотел акцентировать твое внимание, что именно прикольных, так как половина всех действий в игре не то, что нелогично, а просто абсурдно. Тем не менее, они себя оправдывают, опять же замечу, что только в игре. Итак, выбирайте какое-то действие, которое считаете наиболее подходящим на данный момент, и дальше лишь наблюдайте за тем, что происходит. В большинстве случаев самые нелепые и смешные варианты оказываются правильными, поэтому используйте фантазии для удачного побега. Во время выбора вариантов развития дальнейших событий, старайтесь думать как беглец, как охрана, как обслуживающий персонал, чтобы принимать наиболее верные решения. Если вы угадали, то все пройдет гладко, ваш герой чучук, но все же приблизится к вожделенной свободе. Ну а если нет, то можно попасть обратно в камеру, или того хуже, решиться жизни. Как хорошо, что она всего лишь виртуальная, и здесь можно переиграть. Вот такая смесь различных жанров, где присутствует немного логики, квеста, бродилки и, конечно, приколов, сделает ваше времяпрепровождение незабываемым. Провисовка в игре просто захватывающая. Главность такой впечатленная. Словно разработчики игры «Побег из комплекса» сами побывали в тюрьме, и, наверное, вне одной. Потому что все выходы и помещения точно повторяют структуру, не в заключении. Здесь только стоит начать играть, то вы сразу помнете, что не можете оторваться от нее, пока все же не дойдете до логического завершения освобождения наших героев. А уж какие испытания и перепоны вас ожидают, я вкратце рассказал. А увидеть их и прочувствовать на себе будет еще куда более интересно.